Я еще хотел затронуть такую тему, что какие-то иногда всплески случайно прозвучавшей правды на государственном телевидении происходят. Но всегда интересно, когда говорят ее неожиданные люди. Вот на этой неделе госпожа Скобеева на телеканале РТР заявила, что в Украину, оказывается, никто никогда и не ждал, и не ждет Россию с цветами. Давай услышим ее высказывание. Смотрите, если бы тогда, 10 лет тому назад, провели референдум не только в Крыму, я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про Львов и про то, что нас кто-то ждет в городе Львов. Вы показываете только, как ракеты летят в сторону России, Украины и бьют по энергоресурсам. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Надо обращаться, я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем, а нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы. Ну, такое ощущение, что они начали что-то понимать, потому что это же дурачок Царев. Значит, нет, не Царев. Не знаю, кто вот этот вот был. Царев, Царев. Да, Царев, да, Царев, да. Значит, который вот про это вот говорил, да. И, значит, вот Скобеева так на эту тему реагирует. Ну, вот вопрос у меня такой. Это ее как личная точка зрения или это уже вот какое-то изменение в российских верхах? Да, это безусловно изменение. Ну, так, что касается вот этого диалога, то действительно я его уже видел несколько раз и даже включал в свою программу, потому что он очень показателен. Ну, Царев действительно профессиональный идиот. Он не прикидывается идиотом, он им является. Это понятно. Значит, что касается Скобеевой, ну, во-первых, она все-таки при всем притом, она, конечно, не... Ну, все-таки стоит на лестнице Ламарка на несколько более высокой ступени, чем Царев. Но здесь не только и не столько ее, она в этом смысле не способна на отсебятину, она, безусловно, всегда следует вот точно в соответствии с линией партии. И линия партии, она давно шла к той концепции, которая сейчас абсолютно жестко утверждена, особенно после терактов в Крокус-Сити. Значит, если раньше был разговор о том, когда-то был разговор о том, что украинцы это братский народ, который надо защищать от бандеровцев, то сейчас все, никакого... Сейчас уже украинцев официально называют небратьями, в одно слово, с маленькой буквы. И основная линия на то, что их всех надо убить. Убить всех. Что это все, это все нацисты, все без исключения, что надо убить всех, потому что они все, это все, то есть вот отсюда все эти истерические вопли о том, что надо сносить квартал за кварталом, о том, что надо превратить в ядерный пепел, о том, что... И что надо убить всех. Эта линия сегодня торжествует. Это, ну, особенно после теракта, понятно, что все они, на самом деле, прекрасно понимают, что Украина никакого отношения к этому теракту не имеет. Они все это прекрасно понимают. Там, ну, какое-то количество идиотов, которые действительно верят в то, что они придумали, что на самом деле так оно и есть. Но в основном они понимают. Но это используется для того, что, ах так, ах вы вот нам такое сделали, все, значит, вы враги, всех надо убить. И это сегодня, это сегодня мейнстрим. И недавно еще, совсем недавно, еще все-таки были какие-то отголоски вот этой концепции, что это братский народ, что мы их освобождаем. Нет, ничего не освобождаем. Убить всех. Ну, не знаю, мне кажется, что без вот этой вот концепции про братский народ вообще вся путинская конструкция, ну, если не идеологическая, то, по крайней мере, пропагандистская, она на самом деле существенно рушится. Тогда в этой ситуации вообще не очень понятно, что мы там делаем. То есть одно дело, как стартовый посыл, что там вот нацисты проработили нормальных, честных граждан, и поэтому их надо освободить, и поэтому мы туда идем, выполняем свой, как раньше говорили, интернациональный долг. Вот, ровно потому, что братский народ и так далее, и тому подобное. Но если это чисто враждебная страна, то вообще, а с какого бы дунам это изначально полезно? Два замечания. Во-первых, вы пытаетесь искать логику какую-то, да, в людях. Есть такая вредная привычка, да. Да, это совершенно, это очень вредная привычка, потому что это попытка, так сказать, анализировать, значит, каким-то образом содержимое жидкости в бассейне, в которой нет никакой жидкости. Там нет ничего, понимаете? Там нет этой, там нет логики, она там не ночевала. Это первое. А второе, конструкция очень простая. Там уже речь не идет о том, что это какой-то братский народ, который мы собираемся ждать. Все, это уже прошлое. Во-первых, это наши исторические территории. То есть мы возвращаем себе исторические территории. Более того, там уже дальше идет. Там уже разговор о том, что, так сказать, и Литва, это тоже все наше. И, значит, все эти, и Гедеминовичи, это тоже все российские князья. Вот, то есть это все идет дальше. И здесь тоже, вот Украина, вся эта наша исторические земли, их надо вернуть. Это первое. И второе, да, это враждебное государство. Оно представляет собой опасность для России. Вот смотрите, видите, вот устроили теракт в Крокус-Сити. Поэтому надо, там в терминах сейчас санитарные зоны рассуждают. Нужно санитарную зону, чтобы, так сказать, отодвинуть. А докуда отодвинуть? Тут есть дискуссия, там дискуссии постоянно. Ну, вы только что, собственно говоря, и показали фрагмент одной из этих дискуссий. Дискуссии идут такие, что кто-то говорит, что санитарная зона должна быть до Львова, а кто-то говорит, что до Ла-Манша. Вот у них на эту тему вот такая дискуссия. А кто-то говорит, что надо Вашингтон брать. Санитарная зона, так сказать, санитарная зона должен быть весь мир. Ну, вот такие вот у них, ну, плюрализм там, чего вы хотите. Ну, все-таки на Востоке санитарная зона довольно большая. Тихий океан. Вряд ли для чего-то нужна санитарная зона больше. И даже Берингов пролив, он достаточно в этом смысле широкий. А вот с точки зрения... Границы России не кончаются нигде. Это главная фраза, которая характеризует путинский режим. Это империя, которая расширяется бесконечно. Я уже несколько раз в наших даже с вами беседах говорил, что Путин и путинизм – это газ. Это не твердое тело, не жидкое. Это вот надо учитывать особенности агрегатного состояния путинского режима. Это газ, который проникает... Циклон Б. Циклон Б. Да, от всего пространства. Это ядовитый газ, который заполняет все пространство. И там, уверяю вас, исторически... Ну, Путин же великий историк. Он же найдет обязательно, так сказать, что... Вот и Форт Рос, это была Россия. И Аляску верните взад. И все остальное. То есть это же, ну, слушайте, уж найти исторические обоснования для того, чтобы объяснить, что, так сказать, вся Африка наша, и что, так сказать, и Австралия тоже наша. Ну, это же просто. Даст команду Мединского, он тут же объяснит. Это очень интересно, потому что все это очень смахивает на какой-то транскизм, против которого Владимир Владимирович очень активно выступает. Ну, ладно, будем за этим следить. Спасибо вам огромное за ваше время. Будем дальше наблюдать за высказываниями путинских пропагандистов и новыми ведомствами, которые они там собираются себе создать. Игорь Яковенко был с нами в эфире. Многолетний председатель Союза журналистов России. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok